Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сразу поблагодарить всех вас, кто присылает мне донаты. Мне очень приятно. Также хочу поблагодарить и поприветствовать новых спонсоров. Неважно, какого вы уровня, для меня важно ваше внимание к моей работе. Сегодня мы будем делать расклад на тему, как вы звучите. Позиция перед вами. Голубой, красный, зеленый камешек. Колоды эпическое таро, таро неба и земля, и таро темного света. Рубашки так показываю, потому что по рубашкам проще найти колоды, посмотреть галереи, кому интересно. Вот, колесница, хорошо, сконцентрировалась. Так, ну давайте мы приступим сразу, да? Так вот камешки поставлю сюда. Позиция номер один. Голубенький камешек. Как вы звучите для себя, для людей, для мира? Такая минутная пауза. Мне просто захотелось так дать мне несколько секунд, можете перемотать. Хорошо. Как вы звучите для себя? Первый вопрос. Как вы звучите для себя? Знаете, я в музыке, конечно же, не сильна, но если я не ошибаюсь, есть такое понятие, да, таката. Когда очень резко отыгрывается, да, какая-то нота. Вот здесь ощущение того, как вы звучите для себя, достаточно, знаете, как-то резковато. Нету плавности, нету гибкости, вот, знаете, конкретно, четко. То есть, если мы говорим о вибрациях, то здесь вибрации, они были бы такими, знаете, вот резкими. Прямо резко, неожиданно, то вверх, то вниз. Достаточно такие холодные вибрации, вибрации рассудка, вибрации разума. Человека такого, я бы сказала, бескомпромиссного, когда вы верите во что-то. Здесь вы бываете достаточно увлеченными. Ключевое слово, я бы сказала, здесь вера, потому что неважно, во что вы верите. Важно то, во что вы верите, вы это отстаиваете, хочется сказать, до последней капли крови, да. То есть человек, который будет желать показать другому свои убеждения, свои взгляды, свой мир, но делает это так достаточно жестко, бескомпромиссно. Человек, у которого, знаете, есть своя правда. И с одной стороны, это и хорошо, потому что уже есть собственное мнение. А с другой стороны, оно бывает такое, знаете, достаточно болезненное для вас в первую очередь. То есть люди могут просто отвернуться и сказать, а, ладно, такой человек, ну, конфликтный, да. Я не хочу с ним общаться и просто отвернуться и уйти. А вот вы как-то достаточно болезненно будете воспринимать те моменты, когда вас не будут понимать, те моменты, когда вас с вами где-то в чем-то не согласны. Здесь есть намерение взаимодействовать с людьми под методом речи. Но речь здесь, она еще как будто бы несовершенна, да. То есть ощущение того, что вы как будто бы не владеете коммуникацией, я бы сказала, навыками коммуникации. Вот бывают люди, да, которые очень не то чтобы красиво говорят, а умеют донести свою мысль таким образом, чтобы оппонент принял ее. Даже если он в это не верит, да. То есть вот здесь вот бывает мастера, мастера слова. Например, как дикторов раньше на телевидении обучали правильные поставленные речи, да. Не просто говорить в соответствии с дыханием. То есть вот все имело значение. Постановка голоса, тембр, ритм, правильное дыхание, осанка. То есть вот совокупность всех этих моментов. А вот здесь вот ощущение того, что вы не владеете вот в такой степени, да, мастерства. То есть мастером слова вас назвать нельзя. Но вы уже и не новичок. То есть вы не тот человек, который, на которого можно как-то повлиять, да. То есть здесь ощущение, я неоднократно, наверное, говорю по первой позиции, да, революционеров. Люди, которые верят то, во что верят. Но вот здесь присутствует какая-то доля не то чтобы фанатизма, а вот чрезмерной уверенности. И хорошо было бы, если бы вы только верили для себя. Но минус здесь этих звучаний в том, что где-то в каких-то моментах вы как будто бы продавливаете и другого человека, да. Вот как будто бы хотите пробить его броню, да, чтобы он вас услышал. Даже тогда, когда человек не хочет. То есть здесь вот как будто бы нет вот этого понимания. Ну не хочешь, ну и не надо, да. То есть каждый имеет право на свою веру и на свое видение мира. Но вот ваше вот это вот желание, да, как будто бы расширить шоры другого человека. Вот я тебе покажу. То есть такое ощущение, что как будто бы другой человек, он чего-то не знает. И вот ваше желание в какой-то степени оно навязчивое. И отсюда оно получается такое достаточно агрессивное и холодное. Как еще вы звучите, это ваше восприятие, да. Потому что мы спрашиваем, как вы звучите для себя, не для других людей. Это вы так воспринимаете себя. А с другой стороны, очень гармонично у нас выпадает императрица. То есть с одной стороны, вроде бы вам кажется, что где-то вы достаточно холодны и жестки, так как опираетесь на логику без эмоций. Это с одной стороны. А с другой стороны, вам кажется, что вы где-то в какой-то степени чрезмерно мягки. Где-то у вас очень много эмоций. Звучание такое, знаете, заботливое. Я не знаю, почему вы воспринимаете себя так достаточно двойственно, да. Свои собственные вибрации. Быть может, это связано с обстановкой, да. То есть по ситуации как-то. Но императрица однозначно, она тоже уверенная. То есть уверенность здесь присутствует. Понимание присутствует. Присутствует вот эта, знаете, какая-то любовь и внутренняя гармония, да. Вот она у вас есть. У меня такое ощущение, что то, что я описывала ранее по холодным вот этим вибрациям, они как будто бы в вас включаются при взаимодействии с другим человеком, как некий такой защитный механизм. Потому что все-таки императрица тоже может быть достаточно настойчивой. Я не хочу сказать упрямо, потому что это все-таки свойство императора. А такая, знаете, достаточно настойчивая. В каких-то моментах она и может быть капризная. Но при этом вот присутствует мягкость, абсолютная противоположность того, что я говорила, озвучивала ранее. Какая-то, вы знаете, заботливость, умение видеть красоту мира, умение выстраивать, знаете, связи необходимые. Как такая, знаете, вот большая, заботливая мама, почему-то еврейская идет, а не знаю почему. Которая всех обязательно должна накормить, а всех должна позаботиться, да. Чтоб никому не было холодно, всех как-то одеть. Вот какая-то такая. Она даже не суетливая, а вот здесь энергии такие обволакивающие. Энергии, напоминающие, когда мама укладывает своего ребенка, да, вот она как будто бы накрывает его мягким, теплым одеялом. И вот эти вот заботливые руки создают атмосферу, да, когда немножечко гаснет свет, да, не полностью, а включается где-нибудь, если это сон на ночь, торшер, да, свет такая, лампа настольная. Вот вообще такая атмосфера, она очень уютная, атмосфера дома. Атмосфера, в которой хочется, вы знаете, вот прям погрузиться, когда хочешь забыться, когда у тебя очень много каких-то вот проблем и хочется переключиться на что-то. И вот прям вот необходимая энергия поддержки, необходимая энергия такого нужного слова, да, когда человек расслабляется. Вот энергия доверия, это вы так себя воспринимаете, это ваше звучание внутри вас. То есть, с одной стороны, некой такой ограниченности, зашоренности, я бы сказала, да, и вот прям конфликтности в какой-то степени. А с другой стороны, вот эта вот всеобъемлющая любовь. Такие, знаете, речи очень мягкие, обволакивающие. Они вроде бы вас подводят к тому, что хочет человек, если мы говорим про императрицу, да. А с другой стороны, все равно как-то вот она получает то, что она хочет. Как-то так мягко. Кому-то это может показаться как манипуляция, но на самом деле здесь вот не манипуляция. Здесь какая-то такая забота, да, чтобы вот и человека не обидеть, и свое дело сделать. Вот вы вот так звучите для себя. Интересные такие моменты, энергия. Они не то чтобы противоположные, они какие-то разные, да. Давайте я еще одну карту выдачу, потому что мне прям хочется посмотреть. Еще как вы звучите, это вы звучите для себя. Ну и, конечно, куда же без нашего любимого отшельника, да. Человека, мудрого человека с философским уклоном ума. Человека, который четко осознает и понимает, что в этом мире я могу полагаться только на себя. И если я буду находить ответы внутри себя, я как будто бы, знаете, не буду зависимым от другого человека. То есть мне не нужно далее как-то искать ответы вовне, когда я могу найти эти ответы внутри себя. Человек, который любит, знаете, вот уединяться. Самодостаточность. Вообще оригинальное такое сочетание, да, карт. С одной стороны, что-то кому-то говорить, причем в таких речи, она, знаете, мне хочется сказать какая-то такая. Вот я говорю вот эти, такая-то, такая резкая, резкая, обрывается. Резкая не в плане того, что у другого человека говорите. А вот бывают люди, которые говорят по существу, как в армии, да. Да, пришел, отрапортовал такой-то, там, такой-то чин, я не знаю, еще что-то. Вот, и ушел, да. Кто ты такой, кто твоя мама, кто, кем ты работаешь, и ушел. Вот что-то такое, знаете, вот прям вот по существу. Речь конкретная. Хотя, это ваше восприятие, хотя, ну вот какая-то сухая даже. Хотя императрица, это вообще, ну то, что я сказала, это всегда про рост, это про развитие, это про зеленое поле, ромашковое с одуванчиками летом. Ну, когда вот прям бежишь, вот этот свежий воздух, лето, и только восход, и роса, и вот прям жить хочется, да. И масштабы такие, вот прям огромные расширения. И все цветет, и все благоухает. Это вот про императрицу, это какая-то бездонная любовь. И с другой стороны, сразу же отшельник, да, сразу вот эта вот сухость, сразу бессознательная, сразу какая-то вот мудрость, размышления, уединение, получение каких-то инсайтов, да, вот взгляды на жизнь, как-то вот внутренний вот этот вот весь мир непонятный. То есть та же самая бездна, только если в императрице, она цветущая на земле, а здесь как будто бы это вот, она даже не темная, а это вот как звездное небо, да, ночью причем. Когда смотришь, и вот вроде бы и светло, звезды на небе, и в то же время вот эта вот бесконечность, да, то есть как, как это совмещать? У тебя появляется вот это вот ощущение какого-то экстаза, ощущение того, что ты являешься вот какой-то маленькой песчинкой на фоне вот этих огромных просторов, да. И вот у тебя зарождается какие-то идеи, может быть, желания появляются на что-то, приходит озарение, да, как-то вот осенило что-то. Вот такими вибрациями вы звучите для себя. Это, скорее всего, если говорить другими словами, ваше восприятие себя. Как вы звучите для людей? Вот мне просто будет интересно сейчас, где есть это совпадение у вас. Как вы звучите для людей? Интересный момент. Вот прям карты так легли, да, я по порядку. То, что было для вас, вот это вот некой резкостью, да, конкретикой, желанием сказать правду холодную, без каких-либо приокрас, да, то, что я вам рассказывала. Вот эта вот часть вас, она звучит для людей по аркану силы. То есть это, я говорила вам о том, что это у вас какой-то защитный механизм. Здесь появляется это звучание, да, вот это вот ваше холодное на людей, как некое такое зеркало. То есть вот люди видят вас своим зеркалом. И о чем это? Это о том, что они как будто бы на вас проецируют, вот вы действительно становитесь для них зеркалом. Они не видят вас таким человеком, каким вы являетесь на самом деле. То есть при взаимодействии с вами человек как будто бы видит свою какую-то многогранность через вас. То есть то, чем он наполнен в тот или иной момент, те травмы, может быть, либо те сценарии, которые он проигрывается. То есть глядя на вас, вы в нем вызываете вот эту вот свою какую-то проекцию в зависимости от того, в какой он находится в данный момент. И с чем он, ну вот, идет по жизни, да, с какими, может быть, убеждениями. И поэтому каждый человек в вас, да, он видит вот именно что-то свое. Кто-то может видеть вас прекрасным, хорошим, добрым человеком, щедрым. А кто-то может видеть прям такой, знаете, ну, достаточно жестким и жестоким человеком. Здесь дело в том, что ощущения ваших вибраций, воспринимающихся людьми, они как будто бы человека, который, вот знаете, служит для них. Здесь на уровне бессознательного появляется. Они как будто бы считывают, что вот когда вы приходите, да, то вы обязательно приходите для какого-то урока. То есть вы, как правило, тот человек, который что-то высвечивает, что-то подсвечивает. И вот это вот ваша речь, то, что вы говорите, как вы говорите. Причем ваши речи, они такие достаточно глубокие. Вы можете либо поддержать кого-то по аркану императрицы, либо вы можете действительно кому-то передать какую-то глубину, какие-то знания по отшельнику. То есть вот эта вот мудрость. Здесь все зависит от человека, какую проекцию на вас он переносит. Как еще вы звучите для людей? Вот та часть ваша, которая была по императрице, да, это вот вам кажется, что вы какая-то вот такая вот бездонная, да, отдающая, любящая. Все, что я говорила, вот эти вот приятные такие женские энергии. Люди вас как-то вот эту водную часть, эмоциональную, теплую, они воспринимают вас как будто бы человека, которому, знаете, вот он присытился, и ему уже эта жизнь неинтересна. И вот человек, который как будто бы, знаете, живет в своем мире, погружается в свой мир, вот он в этом мире как будто бы спит, а жизнь проходит мимо его, мимо него. То есть ощущение, вот вы видите себя как человека, желающего отдавать, человека, который хочется поделиться, да, хочет поделиться вот этой своей любовью, своим светом, своей теплотой. А люди эту энергию как будто бы воспринимают наоборот, что вы не делитесь, то есть вы видите себя как императрицу, а они вас видят по младшему аркану, как четверка-копковка человека, который, знаете, немножко устал, человека, который без энергетики, человек, который живет в каком-то своем мире, что-то, я не знаю, там делает, и вот как будто бы вы не проживаете очень ярко ту жизнь, которую обычно проживают люди, да, то есть отсутствием яркости. Вообще удивительный момент, потому что в какой-то степени, да, у вас присутствует отшельник, о котором я говорила, и вы его ощущаете. И вот здесь вот может быть вот эта часть отдаленности ваша, эта часть желания как-то закрыться, погрузиться внутрь себя, она может и восприниматься людьми как человека, которому, знаете, вот, ну, присытилась. Ничего я не хочу, мне неинтересно, мне интересно побыть наедине с собой. То есть мне настолько комфортно быть вот внутри себя. Как-то здесь так. Интересно. Хорошо. А та часть, которая связана непосредственно с мудростью, да, вот именно с пониманием жизни, да, с поиском таких глубинных вопросов, люди видят вас дьявола. Вот эта вот часть, она у вас проявляется как дьявола. То есть здесь может проходить как некая такая, знаете, привязанность. То есть люди как будто бы ощущают себя зависимыми. И вот эта вот часть вас действительно вызывает и пробуждает в них именно животную природу, да, не человеческую, которая, казалось бы, должна их как-то вот облагородить, да, чтобы люди стремились вот к красоте, которая у вас есть по императрице, что люди бы стремились к вам как-то, я не знаю, более светлые какие-то энергии. В них наоборот вызывает вот это вот желание, не то чтобы агрессировать, все зависит от уровня человека. У кого-то это может вызывать раздражение, кому-то это может вызывать чувство, что где-то вы привираете, где-то вы обманываете, где-то, опять-таки, здесь тоже может быть проекция человека на вас, но и в том числе обманчивая как идеализация, да, то есть вот вас хотят видеть то, что хотят видеть. То есть вот эта вот ваша глубина, вот эта ваша философия, мудрость, которую вы для себя ищете, эти вибрации людьми воспринимаете. Вот смотрите, вы как будто бы более выше звучите для себя, в вашем восприятии, то, как вы знаете себя, нежели то, как люди вас воспринимают. Вот некая такая чистота ваша в некоторой степени, да, по отшельнику, если смотреть с точки зрения вот поиска духовности, она как будто бы воспринимается одной частью людей как зависимостью, да, то есть я хочу, чтобы ты стал моим учителем, я хочу у тебя этого научиться, да, какая-то привязанность. Но это вот люди как будто бы те, которые, я не знаю, на начальном пути обучения, да, самопознания, вот где-то вот прям совсем ранние этапы. А у кого-то это вот прям вообще достаточно низкие энергии такие, знаете, вот как-то подавить, поработить, вызвать вас, то есть вызывать у них некую агрессию в плане проявления какой-то своей силы в вашу сторону. То есть вот можете вызывать раздражение, можете вызывать вот какое-то вот такое неприятное ощущение, доказать вам, что вот они как-то лучше, да, что как-то вот запятнать вас, что ли, хочется сказать, как-то вызвать вас на какие-то эмоции, чтобы вы показали свое настоящее какое-то имя, знаете, вот не имя, а свое настоящее лицо. Это вот как, знаете, вот просто сидит, я не знаю, где-нибудь на Востоке, да, какой-нибудь мудрец, одетый в какие-то, в какую-то рваную одежду, вот проходит там, я не знаю, показывают, как римские легионеры, да, и вот как будто палкой вот так вот тыкают в этого человека, ты, ну, типа, ты кто-то, ты никто и зовут себя никак, потому что у тебя нет денег, а это оказывается прям там, я не знаю, какой-нибудь там маг-волшебник-мудрец, да, имеющий вес, силу, вот что-то такое, вот здесь вот какая-то такая картинка, вот желание, знаете, как-то вот, ну, показать, что вы не то, кем вы за себя выдаете, что вы какая-то вот что-то низкое такое, ниже их уровня, что ли, неприятные энергии, и именно здесь, скорее всего, вот эта вот ваша холодность и резкость, о которой я говорила в самом начале, она, может быть, и проявляется, поэтому, как вы звучите для людей, я не знаю, может быть, это этап такой, с одной стороны, где-то в какой-то степени как учитель, а так, в принципе, люди вас не видят, вот как вы звучите, вы звучите зеркалом, вы звучите эхом, вот так я скажу, то есть эхо, как что скажет, вот этим эхом, да, то он и услышит, они вас не видят, они вас не слышат, и как будто бы себя, знаете, для них не проявляете свое настоящее лицо, как некое такое, знаете, привидение, которое вот все видят, но описать как некая такая тень, белая причем, увидеть не могут, потому что здесь в эпическом Торо, четверка кубков, она такая достаточно специфическая, здесь человек уснул, да, и вот пока он спит, и ему кажется, что он видит эти сновидения прекрасные, там он вроде бы как-то активничает, как-то себя проявляет, вот, а люди внешне видят, что он спит, он-то внутри, ему кажется, что он как-то активничает, а во внешнем мире его проявлений нет, то есть вот это вот ваша императрица, да, вот эта вот красота, то, к чему люди стремятся, вы ее, она есть внутри вас, но люди ее вообще никак не видят, как будто бы, ну, спите, вообще нету никакой проявленности, то есть имейте в виду, вы, хочется сказать, как привидение, да, вас никто не видит, вас никто не слышит, вы не проявлены в этом мире, как вас видит мир, как вас видит природа, дух, не люди, а все остальное, в том числе животный план, деревья, ну, вот природа, мир, как вас видят, вот мне интересно, как вас видят, ну, по колесу фортуны здесь можно сказать, что, скорее всего, человеком цикличным, да, то есть где-то в какой-то степени, здесь так интересно мне проходит, вроде бы вы идете по спирали вверх, но при этом вот как-то какие-то кольца этой спирали, вы проходите неоднократно, то есть здесь нет такого вот бесконечного движения наверх по спирали, здесь вы как будто бы идете, идете, потом, как заезженная пластинка, да, перепрыгнула иголка эту пластинку и заново пошла, то есть вы на одном этапе можете очень долго-долго-долго ходить, пока перепрыгнете на другой уровень, я не понимаю, зачем вам это нужно, а здесь ощущение того, что, когда у вас нету какой-то, вот знаете, цели, понимания, вот вы как будто бы блуждаете бессмысленно по жизни, какая-то такая, как бы так сказать, вот когда вы, вы не вынесен, вы не в танце находитесь, вы как будто бы, знаете, человек вот как контуженный, который не понимает, в фильмах я вижу, я не знаю, как себя ощущают люди контуженные, но вот ощущение того, что он как будто бы ничего не слышит, он только по реакции внешнего мира понимает, что ему что-то нужно делать, то есть человек как глухой, он уйдет, не понимая куда, что, зачем, вот у вас бывают такие периоды в жизни, когда вы как-то вообще не в теме, вот вы не в теме, а иногда бывает, вы достаточно сконцентрированы, и вот вы прям идете туда, куда нужно, по своему пути, но очень часто блуждаете, бессмысленно как будто бы блуждаете, не потому что у вас нету цели, а потому что вы как будто бы, знаете, теряете ориентиры, сейчас я уточню, я не могу понять, почему у вас такой путь мне показывают, наверное, ногами что ли я карту взяла, почему у вас такой путь, аркан справедливости, вы как будто бы знаете, блуждаете по жизни, скорее всего, это вот так проявляется ваш отшельник, и познаете жизнь методом проб и ошибок, методом разных точек взглядов, то есть вы, можно было смотреть, здесь такое ощущение, что вот у вас есть какой-то внутренний голос, который вас ведет, вот когда вы идете в созвучии, с этим внутренним голосом, вы идете правильно, а когда вы идете как будто бы, опять-таки не то чтобы от ума, а когда вы хотите вот все познать, в плане, например, в какой-то одной теме, и вот вы смотрите, я и так хочу попробовать, а потом, ну то есть допустим, одну крайность попробовал, потом другую, потом хочу что-то средненькое попробовать, потом как-то вот раскачиваюсь в другую сторону, в одной и той же теме, но вот как будто бы со всех ее ракурсов, и здесь вот ощущение того, что вот вы на это тратите очень много времени, для того, чтобы как-то вот разносторонне посмотреть, допустим, хотя бы в одной теме что-то, то есть есть люди, которые, например, я не знаю, есть запрос, зашли в интернете, почитали все и вышли, а вы не зашли, посмотрели, ага, есть такая точка зрения, а есть ли другая точка зрения, я еще вот такое посмотрю, а может быть в этой теме есть еще что-то, и вот на эти вот блуждания и поиски, вы очень много времени тратите, поэтому мне здесь показывает, что это вот как будто бы, бессмысленное какое-то блуждание, то есть вы разносторонне все взвешиваете, все просматриваете, а может быть здесь я еще что-то не узнал, здесь я не увидел, то есть можно было как-то вот быстрее просто идти по жизни, вот эти вот, а еще это хочу посмотреть, это как будто бы вы идете по дороге, и видите многоподъездный дом, и вы знаете, что вот вам например надо там в 10 подъезд, а вам интересно, а что в первом подъезде, а что во втором, и вам говорят, да ты иди быстрее, тебе же 10 надо, ну то есть зашел и все, зачем, а вы нет, а я хочу посмотреть здесь, а вот вдруг в этом подъезде что-то другое, то есть вам эта информация не нужна в принципе, потому что у вас есть четкое направление, куда вам нужно, а вы все равно как-то вот и туда загляну, и сюда загляну, вот здесь вот как-то так, вот эта вот часть, императрицы, которую вы видите, да, люди, я говорила, воспринимают как то, что вы погружены в себя, как будто бы спите, не энергичны, бездействуете, и не проявлены, вот эту часть вас, мир как будто бы видит как человека, который может распутывать, как некую часть мастерства, да, человека, который может распутывать какие-то вот, я не знаю, сложные, сложные ситуации, причем он воспринимает эту часть вашу, как некое такое служение людям, что вы можете как-то указать им дорогу, куда пойти, да, если они на распутье, если вот какие-то сложные моменты, вы как будто бы можете помогать людям развязывать узелки, в их кармической какой-то системе, да, помогать, прям интересный взгляд на одну и ту же ситуацию, вы видите себя императрицей, люди вас видят по четверке кубков, да, спящим человеком, а мир вас видит, что вот эта вот ваша императрица, она как будто бы проявляется, как с одной стороны, как служение, а с другой стороны, как то, что вы оттачиваете, да, как некая такая рутина с одной стороны, но эта рутина, она приводит вас к какому-то вашему мастерству, причем это мастерство, оно опять-таки во благо людям, я не могу понять, почему люди этого блага не видят, то есть вы, мир видит, вы как будто бы этот источник, к которому можно прийти и напиться, а люди не видят, почему люди этого не видят, потому что император, потому что вы как будто бы выстраиваете какие-то рамки, вы выстраиваете рамки, вы ограничиваете тех, кого вы подпускаете к своему источнику, здесь как будто бы какая-то выборочная система идет, вы не всем проявлены, я бы сказала, очень ограниченному количеству людей, вы не ко всем милосердны, вы не всех любите, у вас бездонное количество любви, но вы эту любовь не излияете на других, я бы так сказала, здесь как будто бы как некий дар на тех, на кого вы ее проливаете, ладно, мы сейчас не будем разбираться в причинах, но вопрос здесь вот именно в рамках, та часть вас, которая звучала как философская по отшельнику, а люди ее видели по дьяволу, как зависимость некая, мир видит в этом такую, знаете, тоже своего рода некую зависимость, но не в такой степени, как по дьяволу, негативная, а в том, что вот эта вот ваша философия, она как будто бы начинает вами управлять, вы становитесь заложником своих каких-то вероисповеданий, помните, изначально вы и сами говорили о себе в звучании, что вот вопрос веры, вы настолько верите вот прям безоговорочно тому, во что вы верите, и мне кажется, это я просто сейчас вспомнила один комментарий, это вам уже не первый расклад, где я вижу, что здесь вера, она идет как будто бы негативный какой-то оттенок имеет, и опять-таки не в плане самой веры, а в плане того, что вы возводите эту веру в культ, вот в чем пример, да, то есть вы создаете кумира из того, во что вы верите, и знаете, вот как будто бы очень много работаете над этим, очень много вкладываетесь, и вы превращаетесь в какого-то такого великана, в который, ну, знаете, это как эпоха эмоционального интеллекта, да, и роботов, когда люди изначально создают роботов для того, чтобы они им служили, да, как-то вот облегчали жизнь, а потом роботы как будто бы, как этот, в фантастических фильмах, берут власть на людьми, да, и они уже управляют людьми, вот здесь что-то такое, то есть то, во что вы верите, вот эта прям философия, которой вы соответствуете, здесь даже может быть не столько философские моменты мудрости, сколько какое-то разделение вас от мира, вот так скажу, то есть не случайно люди видят вот это вот, то есть что я хочу тебя спустить на землю, я хочу сорвать с тебя маски, почему, потому что есть вот эта вот какая-то отдаленность, есть какая-то дистанция между вами и другими людьми, и здесь вот эта вот ваша проблема коммуникации, да, вот это вот вы сами понимаете, что где-то в каких-то моментах вы жесткие по отношению к другим людям, вот это вот своей правдой, своей резкостью, может быть беспринципностью, бескомпромиссностью в каких-то моментах, вы не всегда такой человек в каких-то моментах, вот это как будто бы начинает вами управлять, то есть здесь какая-то вот такая энергия разума в плане того, что если ты не согласен со мной, будь здорова, моя собака, если ты не согласен со мной, то я вот как будто бы, ну, я тебя уничтожу, вот что-то здесь утрировано, конечно, но что-то здесь такое, то есть иногда это становится в минус вам, знаете, это бывает тогда, когда вы находитесь в моменте каких-то перемен, вам сложно даются перемены, и вот когда надо меняться в чем-то, вот вы, скорее всего, то, за что вы держитесь, вот здесь вот это, вы становитесь рабом этим, рабом своего верования, за что вы держитесь, это может касаться всего чего угодно, например, если это отношения, да, то я не хочу их разрывать, ну, если они уже отжили, да, там какой-нибудь бывший, я не хочу его забывать, почему, потому что с ним связана там, я не знаю, моя первая любовь, либо еще что-то, то есть, понимаете, вы становитесь зависимыми, и люди вот видят вас, вот эту вот какую-то черту теневую зависимости, поэтому в них вызывает, вы вызываете вот эту вот агрессию, как будто бы вы не настоящие, вот они видят вас в какой-то лицемерии, а вы не можете понимать, понять, да, почему, я же, я искренен, вот где-то как какой-то теневой аспект, да, здесь ваш, он тоже просвечивается, еще раз скажу, когда период каких-то перемен, когда вам надо что-то изменить в себе, либо вы находитесь в моменте каких-то изменений, здесь происходит вот это вот, как будто бы, ну, вам сложно меняться, понимаете, потому что вы как-то вот уверовали в какую-то свою жизнь, и я уже вот ничего другого я не хочу, мне и так хорошо, и как бы вам мир не показывало, что вот есть лучшее, что-то лучшее, вы будете оставаться на своем, и вот эту вот агрессию будете проявлять, убеждая самого себя, что нет, я верю в то, что я верю, так оно должно быть, вот такая у меня первая позиция, ведь таки расклад будет большой, почему я говорю все время, упоминаю про это, с одной стороны, мне нравится время, когда вот я в нерамках могу говорить, то как идет, а с другой стороны, я понимаю, сколько времени это занимает, когда грузится, это очень долго, и не всем нравится смотреть большие расклады, ладно, позиция номер два, красненький камешек, смотрим, как вы звучите для себя, я тоже здесь три карты вытащу, как в первой позиции, ну, добро пожаловать, здесь у нас тоже отшельник, да, вышел, как вы звучите для себя, человека, который, я бы сказала, такой теплый, теплый в плане, коммуникации, человека партнерского, да, то есть вы человек, командный, командный игрок, человек, который любит вот партнерство, что-то делать сообща, как-то что-то выстраивать сообща, себя постоянно улучшать, что-то изучать, что-то вот выстраивать новое, вам вот это вот расширение, на перспективу как-то, вот вам это нравится, да, вы считаете, как вы звучите для себя, это то, кем вы себя воспринимаете, с другой стороны, вы воспринимаете себя, так же, как по первой позиции, отшельником, да, то есть человеку, которому здесь отшельничество проходит не в плане философии, в мудрости, а в плане того, что я хочу побыть сам, сам собой, да, наедине где-то, как-то подумать, как-то вот расслабиться, причем вот это вот расслабление, оно может быть, как, например, после рабочего дня, я хочу вот расслабиться в тишине, просто посидеть именно в тишине, чтобы освободить как-то вот свою голову, может быть, такая, знаете, тихая музыка, мелодичная, не очень яркий свет, вот это вот вас как-то расслабляет, да, может кто-то свечи зажигает, может быть, кто-то принимает ванну, да, вот именно почему-то какое-то такое вечернее время, да, мне показывают здесь, то есть вы воспринимаете себя, человека такого, хочется сказать, доброго лесника, не знаю, почему лесника, вот, но, либо лесничего, как правильно, егеря, да, вот такого, знаете, человека доброго, но при этом, который вот устает, устает от людей, вот, хочет как-то побыть наедине с собой, может быть, что-то почитать для себя, но я, в принципе, не вижу, чтобы вы как-то вот читали, да, чтобы вам это нравилось, а вот как-то вот вам нравится побыть собой, вот если мы говорили бы про медитацию, это было бы про вас, любые практики на расслабление, любые практики, где вот, не знаю, может быть, кто-то помолиться любит, либо как-то поговорить с пространством, вот, здесь больше какая-то вот практическая часть, здесь не теоретическая, здесь не про чтение, не про созидание, да, а вот что-то именно сделать, сделать как-то вот для себя, для души, даже если это будет поиск ответов на вопросы, он все равно не будет через книги, он будет как-то вот каким-то практическим путем. Еще вы звучите для себя по Луне, по Луне очень нежно, очень, очень женственно, иногда нравится всплакнуть просто так, знаете, вот как-то посмотреть какой-то фильм, особенно если там присутствуют сцены, там, с животными, да, либо там, не знаю, какая-то передача в плане найди меня, да, и вот сошлись две, два человека ищи друг друга, вот что-то такое, здесь мне почему-то идут какие-то слезы, но не слезы, горечи, боли, а вот такая, знаете, ранимость, такая чувствительность, сентиментальность, вот правильное слово такое, есть какая-то сентиментальность у меня проходит, как вы еще звучите, ну, очень часто непонятно для себя, вы сами себя как будто бы не понимаете, где-то может быть циклично, где-то на кого-то действительно и гормоны влияют, но вы можете так, знаете, как-то вот плакать, плакать, а потом и улыбаться, почему-то у меня идет такое, знаете, лицо, которое плачет, плачет, но и улыбается, а что ты плачешь, не знаю, ну там, собачку жалко, либо еще какую-то мошку наступили, жалко, да, вот, а что улыбаешься, ну, я не знаю, то есть, какие-то такие моменты очень интересные, непосредственные, открытые, вот, но когда наступает луна, да, вот эти вот лунные фазы, особенно здесь, вообще очень удивительно, потому что у вас открывается какое-то вот ощущение, какой-то спектр, как чувств восприятия, да, может быть, у кого-то обоняние может обостриться, у кого-то, например, вообще вот это вот ощущение, да, как будто бы кто-то рядом проходит, какие-то там привидения, что-то вот, ощущение присутствия кого-то в комнате, вот здесь, это вы себя так воспринимаете, да, человека такого очень эмпатичного, я не думаю, что здесь сны идут, нет, здесь мне не идут, а здесь вот какое-то такое, знаете, вот ваше восприятие, считывание мира как знаки, вот мир это знаки, здесь люди, которые верят в магию, причем в магию, ну, то есть вас легко развести шарлатаном, вот так скажу, да, вот в такую магию, где-то вы, ну, подвластны влиянию, да, то есть вы в это верите, и вот на ваших эмоциях очень просто опытному человеку, да, сыграть, вы ведетесь на это все, как еще вы звучите для себя, знаете, у меня такое ощущение человека, который постоянно себе ставит цели, и в конечном итоге понимает, что, блин, это не мое, ну, не работают у меня цели, да, например, там цели полагания, не работает, почему, ну, потому что интуитивно я чувствую, что, допустим, там, по дисциплине надо делать вот это, вот это, и вот это, да, вот вы один-два дня начинаете на третий, чувствуете, что, ну, нет, не работает у меня, потому что мне моя интуиция подсказывает, что этого делать не надо, то есть вроде бы ставите себе какие-то цели, да, концентрируетесь, все, фокусируй, сейчас я буду делать, так, вот, и, а потом как-то вот не получается, не получается, да, ну, например, кто-то все говорит, все, я буду бегать по утрам, один день побегал, второй на третий вышел бегать, и увидел, так и говорится, какую-то там ромашку, а на ромашке бабочки, вылазь, ой, какая бабочка, и вот, и цветочки я понюхаю, ну, то есть выходил на пробежку, да, и забыл вообще, зачем вышел, и пошел чароваться, природой, а потом, ну, его в баню, да, это вот какое-то вот такое целеполагание, это что-то такое мужское, вообще вам не подвластное, хорошо, это вы себя так видите, вы себя так воспринимаете, как вас видят люди, да, как вы звучите для людей, ну, прекрасно, я бы сказала, да, та часть вас, которая именно партнерская, та часть, где вы, ну, хотите общаться с людьми, где вам нравится, здесь даже не про общение, а здесь вам нравится, знаете, как субботники, да, все вышли на субботники, и вы, потому что вы являетесь частью чего-то большего, хотите принести свой склад, да, там, команда, вот, вот команда для вас, это важно, команда, да, то есть семья, это тоже команда, но нигде один тащит, и все идут, а где, где вот как-то, знаете, сообща, причем, тройки пендаклей, всегда есть мастер, всегда есть шут, да, тот, который идейный человек, есть поп, да, иерофант, тот, который знает, как правильно, и мастер, это тот, который делает, так вот вы в вашей команде, да, это мастер, который делает, да, кто-то ему управляет, что-то говорит, вот, а вы это делаете, как вас люди воспринимают, вот эту часть вас, люди вас воспринимают, как раз-таки по шестерке пендаклей, что вы человек, желающий все время помочь, желающий все время взаимодействовать с другими людьми, причем вы всегда даете больше, по сравнению с тем, что вы получаете, не потому что вам не дают, а вот вам с этим окей, да, то есть когда вы много даете, получаете меньше вам вот это вот как будто бы окей вы все время такая дающая часть та часть вас где присутствует вот это вот отшельник о котором я говорю да вас люди здесь воспринимают как по четверке жезла на этих человека которому хочется приходить в гости вот заметьте тогда когда вы хотите уединиться когда хотите побыть собой вот и вот этой тишине там я не знаю поющие чаши побыть вот в этой атмосфере там энергии рейки все такое всегда кто-то позвонит вам позвонит правильно и на просится в гости скажет я хочу к тебе прийти да то есть вот эту часть вас люди воспринимает как ну вот какой-то праздник какая-то вот такая теплота что такое стабильное ощущение того что кому пойдем в гости вот пойдем к этому человеку да где будем проводить праздник вот у этого человека да какая-то такая знаете семейность и домашенность допустим семья собирается большая семья там где есть мамы взрослые дети внуки так далее вот у кого будем собираться вот у вас будут собираться на то есть если вы там невеста например не будет собираться тому свекрови там не знаю мы внука вот именно у вас вы вот этот вот человек праздник вы себя воспринимаете как отшельником да я хочу побыть там найти не все такое а вот это вот вашу часть уединения так решение что не то чтобы не всерьез вас не воспринимают а как будто вы знаете вот у меня такое ощущение что к вам приходят и говорят ну чё ты сидишь грустишь да вы типа я хочу помедитировать а в чё ты сидишь грустишь нос повесила давай сейчас чай самым приготовь и там кофе заварить вот и сейчас тортик принесем и мы как говорится выпьем да там повеселимся все такое вы какой тортик я хочу побыть собой вот здесь вот что-то такое очень забавно а та часть вас которая связана с цикличностью с теми вот этими тентиментальностью до которой я говорила люди видят вас эту часть как какой-то вот импульс да как проявление каких-то желаний шанс возможность на то что как-то можно заработать на этом скорее всего вашу эмпатичность либо ваши какие-то способности может быть да потому что все таки луна такие женские энергии какие-то да и способности ощущение того что вот на над этим на этом можно каким-то образом до заработать какие-то идеи я не знаю как это связано наверное вам это понятнее потому что такое ощущение что вот я вижу человек который погрузился в себя как тогда вот он что-то там проживает эмоции люди вот эту вот вашу часть они как видят как проявление какого-то какой-то жизни вот именно яркости вспышки вашей то ли это какой-то вот выброс эмоциональный и они вас так воспринимают с чем связан спрашиваю с чем связан этот тушь жезлов выпадает императрица вот вашей вот этой туманности и лунности как вы ее воспринимаете люди в ней видят вот именно в этом да есть ваша женственность в этом есть ваша императрица интересно вы вы точно общаетесь миром такое ощущение что мир видит не мира люди сейчас мы посмотрим что мир видит люди везде видят вас вообще как как удивительно да как мы себя и воспринимаем как воспринимает нас другие люди как вы звучите для мира для мира для духа для для всего что нас окружает и кроме людей без людей то есть это могут быть животные это могут быть растения все что угодно мир который нас окружает вот как вы для них звучите ну вот это вот последняя дата что говорила часть ваша вашей цикличности эмпатичности телепатия какая-то да здесь тоже может быть скажем так невербальное считывание энергии она и мир вас видят по верховной жрицы как раз таки человека который может общаться с тонким планом человека которого у которого действительно развита яснознание да я бы не сказала что у вас развито ясновидение потому что я неоднократно говорю по второй позиции здесь ваши способности они неординарные а то есть вы можете считывать какие-то знаки по своей какой-то системе можете как-то вот числа до как-то их интерпретировать по-своему здесь не в плане того что вот повторяющиеся там например три единицы четверки нет и что это для вас значит нет а вот вы как-то считаете эти цифры ну я не знаю может быть если допустим вы коллега то ту например тара нумерологический портрет да вот как-то вот в таком формате потому что здесь вот такие знания могут проходить как вас видят мир мир вас видят как раз таки как любящую принимающую вселенскую любовь очень очень человека с очень огромным потенциалом глубоким именно интуитивным вот здесь у верховной жрицы ей соответствует же как раз таки луна и у нас выпал аркан луны и аркан колесницы соответствует знаку зодиака рака а раком тоже управляет луна то есть вот здесь вот луна в вас она очень ярко выражена это может быть как как цикличность да так и лунные какое-то проявление да может быть вы человек такой ну может кто-то луна тик не знаю почему но вот здесь вы человек который вот чувствует себя комфортно во второй половине дня нежели в 1 хотя вы можете просыпаться очень рано прям вот в 5 утра кто-то действует 45 утра просыпается человек у которого очень ярко выражен вот внутренний голос здесь как-то вы можете слышать голоса и круг какая-то способность не не традиционной как-то это может может быть еще и как-то с вибрациями потому что мне как-то вот показывает да здесь знаете что здесь эмпатия и медицина но медицина не традиционная как например я не знаю диагностика по там не знаю по поющим чашам к примеру либо диагностика что это вот кто-то знаете показывают как ветка вербы почему вербы не могу понять как будто бы кто-то знаете вот это вот веточкой вербы до делай диагностику ну то есть вот как-то вот по человеку проводят и вот и считывают как-то здоровье не знаю что то такое вот кто-то может золото тоже ищет вот этой палочкой может детстве такое было да я не знаю полезные минералы но вот как в мир вас считывает вас считывает по верховной жрицы до человека знающего ведущего но вы как будто бы найти этот потенциал не раскрыли у вас есть но вы еще ну здесь не познали этого здесь нету еще вот такого сказать что есть какие-то глубинные знания нет но потенциал есть я так могу сказать что вот этот вот потенциал причем смотрите люди вас видят как императрицу которая как человека да я говорила как-то вот на вашем мастерстве можно зарабатывать на вашем таланте на вашем даре вот и причем какое-то вот изобилие да они вас вот эту часть вас видит как изобильная мир природа видят вот как раз таки как некий такой потенциал который действительно можно развить здесь как некий канал да вот у меня показывают как некий эгрегор если вы к нему подключитесь можете оттуда черпать очень много знаний как хроником например подключаться так та часть вас которая вы звучите как отшельник а люди вас видят по четверке жезлов как праздник мир вас видят как маленькую девочку именно девочку не мальчика как девочку по пажу кубков то есть вас видят как если я не ошибаюсь да то это стихия узины до которые могут могут и исцелять да вот здесь вот водная такая стихия которые могут исцелять детские травмы вот как какое-то целительство здесь тоже проходит вообще вот вот эту вот часть если по дару понятно то вот это вот ваша часть вообще она как то то как вы звучите то как вас видят люди это как вас видят мир я не вижу вообще никакую взаимосвязь ну то есть почему такое такая многогранность да я поняла потому что мир он вам как будто бы показывает как можно соединить вот эту вот яркой жизни внешнего мира как люди видят вас как праздник да вот это вот огненное желание причем люди вас видят человеком который может ярко проживать жизнь до либо у него есть какие-то предпосылки к этому вот а вы наоборот больше как-то вот закрыты до интровертность люди вас видят как почему-то как экстраверта так вот здесь мира вас видят что вы как-то вот эту вот вопрос доверия если решится дата вы сможете стать очень ярким человеком по королю жезлов таким огненным храбрым до человеком решительным уверенным но с пожар до короля это вот прям большой большой такой путь который вам надо пройти и поэтому вот соединить вот как будто бы вот этого вашего отшельника который выражается как пашкубков его надо соединить как раз с четверткой жезлов и королевом жезлов да то есть вот эту огненность вашу водную стихию ваш внутренний мир надо его как-то проявлять вовне здесь про это та часть ваша как командная люди вас видят как человека который может помогать да некий такое меценатство взаимодействия с вами но человека дающего вам все равно вам лишь бы быть как этот я за любой кипиш в позитивном ключе это ваше люди вас видят как человека которого на который можно поживиться до который может помочь каким-то ресурсом до своим ресурс может быть разный а вот мир вас видит как человека достаточно конфликтного как человека холодного то есть здесь вот есть какая-то несостыковка в чем здесь несостыковка мира осесть несостыковка идет в том что вас как будто бы чем так интересно смотрите выбрали всем ну карты земные пендакли вы если себя видите по тройке пендакли люди видят вас как шестерка пендакли то есть более ценного чем вы видите себя а мир вас видит как некое такое некая зашоренность да несоответствие почему потому что присутствует семерка пендакли восьмерка пендакли как знаете как человека который как будто бы не может реализоваться как мастер постоянно находится в каких-то ожиданиях то есть вы вот эту вот свою часть да ну компанийности давайте так нажим назову партнерство компанийности вы ее как будто бы не реализуете по причине того что ждете да ну то есть вы не тот человек который возьмет инициативу что-то будет делать и от этого вы как будто бы лишаетесь своих пендакли до проявления своего какого-то мастерства то есть вам нужно всегда чтобы кто-то проявил инициативу а вы на нее откликнулись то есть самостоятельно как будто бы вы не беретесь и когда вам предлагают что-то вы откликаетесь да на на эту ну просьбу словно говоря нас это бывает ну не так часто и поэтому вы включаетесь и здесь вот вами могут пользоваться до люди потому что как говорится когда я сам по себе сижу да мне становится скучно кто-то меня пригласил я становлюсь как будто бы не разборчивым и соглашаюсь на на то что даже не нужно было соглашаться вот здесь вот про это вот это вот несостыковка почему причина заключается в семерке пендакли до что очень долго ждете чего-то очень долго ждете и вообще жизнь как будто бы какая-то вот такая рутинная вы корни арка силы вы как будто бы не проявляете свою силу вот и здесь если подытожить и сказать что вот вы себя видите более замкнутым закрытым человеком люди видят вас вот этот вот потенциал на эту огненность и приходит мир и он и говорит о том что вот этот вот свой потенциал по верховной жрицы да где-то есть еще вот этот вот страх что меня оценят да вот страх оценочности и страх критики исходя из этого да он как будто бы останавливает меня от проявления в мире от действий и здесь как-то говорят о том что вот вам нужно наоборот больше проявляться вам нужно больше показывать себя вот это вот свою какую-то яркость и здесь как будто бы знаете вот совет он идет в направлении того что быть более уверенным в себе до более ну то есть вот эту вот свою силу да здесь силы и аркан колесницы 7 при 8 здесь вот прям развивающаяся какая-то энергия она вам показывает то есть люди вам показывают то что на что вы способны да вот на эту яркость жизни до красок и вам в этом направлении нужно идти быть более проявленным быть видимым быть заметным человеком и как только вы это сделаете мне такое ощущение что вот вам люди даже где-то косвенно подсказывают на чем вы можете зарабатывать да как-то вот проявить себя на чем что в чем есть спрос на ваши какие-то талант вы можете зарабатывать на своих талантах на своих каких-то способностях спрашиваю с чем связано связано с повешенным да здесь и любые любые услуги могут быть да там где есть какие-то рамки до ограничения лишения ну скорее всего здесь больше проявления каких-то сну служения какое-то служение другим людям ну и конечно же здесь у вас способности есть здесь ощущение того что вот это вот агрессивность конфликтность вас как будто вы вытаскивают силой чтобы вы стали более заметными вы наоборот вот в свое вот это вот болото лунная как этот жук рак что здесь какое-то подводное существо я не хочу выходить вот вас как будто бы на свет вытаскивает а вы как рот боитесь вот вы в своей норке а вам наоборот вот точно здесь мультик про дюймовочку до про этого крота который копает копает и дюймовочка которая свадьбу хочет сделать ну на свете да на солнце а кроту который привык к темноте ему это некомфортно вот у вас как будто бы люди это вот и есть дюймовочка который вытаскивает вас на этот свет до чтобы вы сняли вот эти вот свои очки и начали но были не подземные мыши а уже земной так скажем да на поверхности они под землей что-то здесь такое такая вот у меня была вторая позиция так и мы с вами переходим позиция номер три и зеленому камешку так позиция номер три как вы звучите для себя троечки как вы себя воспринимаете вы так здорово сегодня по всем трем позиция выпадает императрица это здорово но у вас она выпадает 3 карты третьим арканом 1 до этого мечевые корон мечей двойка мечей выпали как вы звучите для себя знаете человеком который много анализирует много думает где-то закрывается человек в каких-то моментах сомневающийся то есть это вы так себя воспринимаете но при этом человека готового расти человека которого готов человека готового развиваться больше как-то знаете слушать других людей вот вы не тот человек который будете много говорить да здесь хотя когда вы говорите иногда особенно если вы не в очень хорошем настроении вы можете как-то знаете резко отрезать на либо грубо что-то сказать где-то как-то знаете подколоть очень болезненно но это только в тех случаях когда у вас не очень хорошее настроение да вы можете быть ваше слово может ранить да так скажем можем роднее других людей так вы в принципе где-то в чем-то человек не то чтобы неуверенный а очень часто сомневающийся да все время как-то вот вы рассматриваете две стороны медали одновременно да вот как-то смотрите их плюс смотрите в минус и иногда это вот чрезмерный анализ чрезмерное прислушивание то одной стороны то другой стороны вам это порой как-то вот вредит то есть такое ощущение что если вы сразу пришла какая-то мысль и и сразу сделали она иногда бывает более эффективная нежели ту когда вы подаетесь какому-то анализу да вот как-то все проверить обдумать перепроверить не вот и в конечном итоге ну бросайте это дело потому что она вам кажется вообще как-то не перспективным нет кощей что вот очень много слушаете других людей это иногда является какой-то вот ну по каким-то препятствием для вас не хочу сказать проблемы вот препятствия иногда очень сильно перегружаете свой ментал знаниями какими-то информации какой-то ненужной и вот это вот вас тяготит до иногда бывает глава очень тяжелая головные боли бывают у вас такое тоже да но приятный аспект здесь заключается в том что вы уже звучите императрицей пускай очень маленький о ком всего процесс да но уже начинаете вот что-то такое знаете позитивное ощущение того что вот идешь по темному лесу да и вот кажется я заблудился и не знаю уже куда идти и так темно и вдруг неожиданно где-то опушка какая-то вот поляна светлая да где можно выйти осмотреться и понять куда я иду вот вот это вот полянка да вот этот вот свет в туннеле он у вас уже присутствует и вот это вот самое такое приятное что вы уже для себя понимаете что вы звучите то есть возможно вот этот путь который вы прошли ничего и он вас у вас появляется вот это вот ощущение да уже больше какой-то уверенности где-то в какой-то степени вы себе уже больше разрешаете появляются какие-то желания которых вообще раньше не было хорошо как вы звучите для людей как вы звучите для людей вы смотрите вот это вот ваша часть по королю мечей для людей она звучит как восьмерка восьмерка пендаклей как знаете вот некое такое мастерство да я бы сказала либо человека умеющего считать деньги человека который как-то знаете вот может все организовать такого вот хозяйственного что ли человек который постоянно работает над собой над своими какими-то качествами и не чурается работой которая может стать для него в дальнейшем эффективной причем работа не не просто какая-то творческая работа иногда работал такая ну конвейная конвейнер конвейер однобразная так скажем да однотипная работа вот она ну то есть вот такой человек который может то есть это то что привело вас к некому успеху лему либо может привести вас к успеху то есть вы человек такой знаете достаточно трудолюбивый человек который по достоинству своим каким-то умом да хочется сказать сколотил состояние человек который создал себя сам вот таким человеком вас видят люди человек который знаете где-то в каких-то моментах хочется сказать что вот вам как будто бы улыбается удача выпал аркан верховной жрицы выпадает удача но это люди вас так видят но у меня такое ощущение что вы просто когда вы отключаете свою голову и включаете свою интуицию то как-то вот все становится на свои места что я имею ввиду когда говорю отключаете свою голову включаете интуицию я имею ввиду не мешаете своими мыслями своими размышлениями здесь очень важно просто отдыхать головой не включать ее знаете как-то вот пойти по инерции что ли по как-то вот включить вот этот вот риск не анализ я сейчас все прочитаю все подумаю а именно какой-то вот знаете доверие непонятное необъяснимый какой-то вот зов туда куда меня ведет вот когда вот эта вот часть вас включается то что люди называют интуицией но здесь вот как будто бы знаете даже не интуиция потому что мне кажется что люди видят все таки то что вы получаете какие-то знания от непонятных источников то есть вот той что чего вы добились вы как будто бы добились не неординарным каким-то путем вы добились как каким-то своим непонятным способом ну например когда люди ищут золото да то кто-то например берет там приносит специальные устройства да для того чтобы там я не знаю найти ценный металл вот а вы как будто бы я не знаю работаете со своим телом вот вы идете как условно говоря и прислушиваетесь к своим ощущениям и потом говорить вот здесь надо копать и люди копают и действительно находятся те металлы которые необходимы то есть вот вас подход он немножко иррациональный вот ту часть вас которая бесконечно сомневается люди видят как рыцарь жезлов знаете как как некая такая знаете как бы так сказать часть вас непостоянная и она связана с тем что вы сомневаетесь потому что вы хотите совершить правильное какое-то решение да поэтому обдумываете с разных сторон ситуацию вот а людям эта энергия считывается как вы как будто бы загораетесь очень быстро и потом потухаете то есть вот когда вы потухаете с вашей точки зрения это может рассматриваться то что я как-то не нашел какого-то логического объяснения почему я должен это делать либо не должен это делать а люди видят вас какую-то вот такую импульсивность да просто а зажегся то есть вот сели в компании давай мы будем этим заниматься ну давай вроде бы согласились вот начали что-то делать а потом вы как-то постепенно слились то есть вам уже неинтересно и вот как-то загораетесь то есть нету постоянства в своем каком-то продвижении вот это вот ваше сомнение неуверенность то что вы можете прислушиваться прислушиваться к разным мнением такое чувство что не хватает какой-то решительности вот люди в вас видят что не хватает вот этой решительности что вы достаточно такой знаете еще и позитивный человек при всей с вашей такой замкнутности и холодности причем холодности причем замкнутность не плане того что вот вы как отшельник нет а здесь как-то будет вы человек больше погружен из себя в свои какие-то размышления у меня чувство что вы постоянно о чем-то думаете не обязательно каких-то проблемах а это может быть даже какие-нибудь философские аспекты да просто созидание может быть что-то вспоминаете из прошлого и анализируете то есть вы постоянно вашу он задействован какими-то мыслями здесь показывает что вот это вот ваше сомнение да и вот от сомнения вы как-то закрываетесь и не действуете люди эту энергию считывают как человека который постоянно стремится какому-то удовольствию до человеку которому вот не хватает как раз таки удовольствие не хватает полноты и яркости жизни до может быть человеку который стремится к созданию например семьи до достижению чего-то ну счастье может быть каких-то вот очень ярких эмоций то есть его постоянно вам как будто бы не хватает вот люди вас видят вот это вот ваше сомнение неуверенность да им они досчитывают как то что вот вам не хватает какой-то вот радости да может быть счастья наполненности какого-то азарта искры вот огненности вам как будто бы не хватает ту часть вас которая ответственна за не ответственна которая про я проявлена для вас как императрица люди ее наоборот считывают как какое-то бездействие то есть возможно я говорю она еще не ярко выражена по и но как он там вот как вот этот вот поляна да на опушке где-то на светлые где можно передохнуть вот люди ее может быть реально ощущают как ту часть вас где можно как-то вот пообщаться с вами расслабиться что ли какой-то вот комфорт уюта что-то такое домашнее там где можно передохнуть здесь они еще считывают как завершение завершение бездействие а все я поняла как будто бы вы идете вот это вот ваша императрица она уже считывается как то что вы закрывались да от не знают людей от мира неважно и находились в каком-то бездействии вот это вот вот этой части пришло пришел конец и вы уже готовы к какому-то знаете вот я не знаю сбалансированному что ли взаимодействию с другими людьми может быть к партнерству может быть к новым отношениям то есть вот когда вы показываете свою императрицу да люди видят не двойку кубков что-то вы уже готовы к этому вы готовы к любви вы готовы к чувствам вы готовы к правильному обмену да вы готовы уже быть ну на равных с другими людьми знаете смотреть им глаза в глаза вот прям на равных не не выше не ниже это хорошо это здорово то есть вы уже как будто вышли из своей четверки мечей да вы уже готовы к новым к новым отношениям к созданию чего-то нового но вот у меня такое чувство что вы еще где-то в каких-то аспектах воспринимаете себя по старому да что вот где-то я еще закрывает где-то я еще холоден вот по королю мечей а люди уже видят вас вот ваше какое-то движение то есть ваша энергия она уже звучит позитивная я не вижу здесь смотрите ни смерти ни каких-то арканов трансформации еще что-то нет вообще причем малые арканы выпадают ну за исключением верховные жрицы то как вас видят люди нету чего-то такого вот болезненного хорошо как вы звучите для мира под миром я понимаю все кроме людей то есть это природа это дух это все что окружает нас животные кроме людей да то есть как мир высшие силы то есть как мир вас видит ну видит человека по тузу мечей человека такого знаете достаточно решительного который принял какое-то решение вот ваш король мечей да он очень созвучен с тем как вас видят мир человека решительного человека прямолинейного правдивого которые знаете лишний раз не будет как этот сластить какую-то правду вот как она есть так он и будет ее говорить и человек это достаточно с такой холодной энергией которая может скрывать болезненные нарывы человек который может открыто говорить о каких-то вещах вот и при этом знаете шанс на познание чего-то нового ну и аркан силы вот мир вас видит действительно человеком сильным уверенным в себе целенаправленно готовому достичь те свои цели которые он для себя ставит это вот по королю мечей та часть вас которая сомневается да и вот как-то не уверена мир видит ее как сказала да нету тяжелых аркадов выпал аркан смерти да что пришло время да пришло время уже это старое оставить вот это вот старое свое мышление неуверенности сомнения бесконечного колебания то в одну сторону то в другую какая-то цикличность то есть мир видит что вот это вот этому уже пришел конец да то есть вот это прошлое оно должно остаться позади и вы уже должны прийти к королеве педакли к к чему к энергии и знаете вот у королевы педакли у нее вроде бы все хорошо но есть вот эта вот часть мелохолии когда она ностальгирует о чем-то прошлом то есть аркан смерти он и говорит о том что прошлое надо оставить позади да то есть оно уже отжило и вот здесь вот мир воссчитывает как человека который понимает что прошлое уже отжило но все равно где-то вот есть какая-то ностальгия по нему иногда вот вы как-то вот вспоминаете что а хорошо было тогда-то да то есть вот эти вот ваши сомнения они вроде бы и уходят да то как видит мир но все равно как-то вот периодически вы еще возвращаетесь в прошлое да с какой-то такой ностальгии может быть то что не реализовалась то есть вот нету каких-то ресурсов я не знаю ну допустим время прошло уже не тот возраст и я не могу реализовать эту мечту да вот хотелось бы вот что-то в таком формате здесь идет здесь у меня такое ощущение что мир вас видит как человека который должен сейчас как-то вот оживиться все-таки аркан звезды у нас идет как вода живая и мертвая и здесь аркан смерти выпал то есть здесь вот ощущение что естественное завершение чего-то было да то есть это не насильственное вы уже сами понимаете что это уже отжило ну что ну то есть нереально постоянно где-то сомневаться постоянно кого-то кому-то прислушиваться да уже хочется жить так как я хочу вот и вот здесь вот как будто бы какое-то очищение выздоровления от этого происходит мир вас видит человеком который стремится какому-то идеалу какой-то вот знаете душевной чистоте интересный момент вот здесь вот поэтому потому что люди вас видят как человека который идет к счастью до человека который идет каким-то позитивным таким энергиям теплоте доброте а мир вас видят как будто бы действительно как человека который либо должен оставить старое позади либо вы уже в каких-то моментах но здесь еще не полностью вы оставляете что вы уже идете как будто бы к новым целям то есть и мир вас видит примерно так же как вас видят люди только на более высоком уровне вы почему-то так себя не видите но неважно да король кубков что вот вы идете какой-то эмоциональной своей наполненности вот вам знаете вот ощущение того что вам как будто бы жизненно необходимо наслаждение удовольствие то есть все дело для себя и вот скорее всего вот это и будет переходом в вашу императрицу более так вот ярко выражено то есть вот от холодности короля мечей для того что перейти в императрицу вам нужно сейчас какой-то этап пройти где вы будете больше обращать внимание на себя и наполняться эмоционально та часть вас которая выражалась вами звучала как императрица а у людей человека готовного к новому отношению как с миром так с людьми новому партнерству как мир считывает ну по тройке жезлов да что вы готовы пойти в новое к новым горизонтам реализовывать новые мечты у меня такое ощущение что здесь вы еще как будто вот если подвести итоги да вот вы звучите еще в какой-то степени где-то процентов на семьдесят ну может быть восемьдесят как-то еще вот по старому но это ваше звучание внутреннее а вот как будто бы внутри отражение ваше оно вовне оно уже абсолютно новое то есть такой позитивный мир вас видят так и люди вас видят что вы уже как-то знаете светитесь вы-то это не видите еще да вам кажется что вы еще вот в лесу темном идете там куда-то по этому туннелю на свет и все никак не можете выйти а люди уже видят что вы уже вышли что у вас уже есть эта готовность готовность к новым идеям готовность к новым каким-то реализации новым мечтам новым предложением да не знаю хотя бы как минимум фантазировать да о чем-то представлять визуализировать то есть здесь уже готовность есть здесь новая энергия пошли вот мир вас видят да по пажам паш пиндаклей паш кубков то есть человек который готов что-то новое изучать человек который готов новое пробовать у него уже есть какой-то интерес слава богу появился интерес то есть вот это вот апатия да она уже как будто бы ушла уже появляется вот какое-то внимание желание что-то познать что-то попробовать заново по-новому может быть где-то в каких-то аспектах здесь вот ощущение новизны да вы вот вам кажется что я еще как будто бы не готов да а мир вам говорит о том что ну уже уже готов да такой вот напоминает очень про то когда человек думает что я решаю да допустим что мне надо поднять руку а на самом деле за несколько секунд до этого бессознательно уже приняло решение что вот я подниму руку прошло какое-то время мы это осознали нам это кажется что вот я сейчас буду поднимать руку и потом с какой-то вот опять таки задержкой наша рука поднимается здесь вот этот вот процесс в трех уровнях да он как раз таки происходит то есть вам кажется еще то есть решение как будто бы принято да то есть мир уже видят таким это наше бессознательно вы задержкой думаете что вот я сейчас буду поднимать руку я сейчас буду меняться вот на самом деле уже все принято за вас да и вот и вы поднимаете условно говоря руку и вот люди вас видят что вы готовы готовы к новому готовы к работе к труду вот но не к обороне взаимодействия здесь все так достаточно позитивно такая была у меня для вас третья позиция хочу пожелать всем отличных выходных хорошего настроения и до новых встреч в понедельник всем пока пока пока